Готово на 99% такой вывод сделали губернатор Игорь Руденя и замминистра обороны Тимур Иванов по результатам инспекции нового комплекса Суворовского училища. Высокие гости осмотрели самые основные корпуса. Главный учебный медицинский, ну и конечно же спальный, помещение которого уж никак нельзя назвать казармой. Наша съемочная группа оценила условия, созданные для суворовцев 21 века. Когда год назад сказали, что 1 сентября 2020 года суворовцы должны сесть за партой нового училища, далеко не все в это верили. Однако, тем не менее, прошел год и вот уже корпуса стоят, укатывают в последний асфальт и даже успели насадить всякие гусики и прочую зелень. Хотя новое училище еще не запустили в эксплуатацию, высокие гости с самого начала решили не нарушать армейские порядки и вошли на территорию как положено, через проходную. Инспекцию корпусов начали с главного, в котором помимо учебных аудиторий и кабинетов начальства расположен музей. В настоящий момент фонда нашего музея насчитывает более тысячи экспонатов и они на 90% уже переведены сюда. И ранее наши площади не позволяли разместить все данное оборудование, но сейчас, благодаря строительству, здесь полностью укомплектовано все и готово к проведению экспорции. Особое внимание гости обратили на стенды с информацией о героях Советского Союза, России и социалистического труда, которые учились в Тверском Суворовском училище. Конечно же, губернатор, замминистра обороны внимательно осмотрели основное – классы. Планировка и насыщение оборудованием, учебными пособиями соответствует самым современным стандартам у всех аудиторий, начиная от кабинетов химии или иностранных языков и заканчивая теми, где будут преподавать робототехнику и автодело. Особое впечатление произвели спальные корпуса, которые своей планировкой и отделкой больше походили на номера пятизвездочных отелей. Повсюду видна фактически стопроцентная готовность. 99% общая готовность у объекта, завершается постановочная работа, комплектация мебели специализированным оборудованием. Мы обошли с вами учебный корпус и спальные корпуса. Вы видите полную готовность. Уверен, что училище встретит своих суворовцев, которые переедут с старых фондов в новые фонды, получат огромное удовольствие, получат возможность использовать новую материально-техническую базу. Игорь Руденя подчеркнул высокий темп и работ. Ведь строители вышли на объект всего год с небольшим назад. И вот теперь регион получает ультрасовременный учебный комплекс, который практически не имеет аналогов по стране. За 14 месяцев создать такой комплекс современный, уже построенный по всем новым стандартам, по последнему слову техники и оснащения, конечно, это была огромная работа проделана практически в круглосуточном режиме. Тимур Иванов со своей стороны отметил усилия властей Тверской области по максимальному вовлечению организации Верхневолжья в строительный процесс. Благодаря этому, хотя генеральным подрядчиком выступает федеральная компания, жители региона тоже внесли свою лепту. По договоренности с губернатором мы максимально использовали промышленные возможности Тверской области, покупали и привлекали строительные организации, которые непосредственно из положенной территории, так, чтобы максимально, в том числе, налоговая нагрузка, налоговая база росла в Твери. И в завершении пресс-подхода Игорь Руденя и Тимур Иванов отметили, что торжественная церемония начала учебного года обязательно состоится в положенную дату. 1 сентября юноши с алыми погонами на плечах сами оценят все то великолепие, которое возвело для них Министерство обороны в сотрудничестве с властями Тверской области за каких-то 14 месяцев.